Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Живём с мужем около 14 лет, в браке 7 лет, есть сын. Последний год постоянно ссоримся, постоянно недовольны друг другом. У него появился друг, младший на 10 лет. Он в разводе и с дочерью. И как он стал с ним общаться, как применили его. Когда на члене говорит, что окружение оказывает влияние, и говорит, что у него своя голова на плечах. Каждый вечер после работы он не езжает, то машину помыть, то ещё что-то. Приезжает через пару часов в короче настроении. А у меня настроения уже нет от его уходов. Соответственно, меня это не устраивает. Я ему говорю об этом, и отвечаю, что я вечно недовольна. Поэтому дома находиться не хочет. А с чего мне быть довольна, я постоянно придирается, то супку что-то налила, то девушку он во мне не видит и так далее. Тут отдыхали, сидели, сказала лишнего два дня. Я просил прощения, говорит, что всё хорошо, но при этом унижает, словесно оскорбляет. Сыну 6 лет исполняется, он всё понимает, не хочет, чтобы он слышал и видел это. Не знаю, как поступить, столько лет вместе. Предлагала, давай разводим себя. Сказал, иди разводись. Он знает, что я не подам на раствор, пугает, что сына отсюда. Предлагала к психологу пойти. Вроде соглашается, потом через пару недель наладилось, забылось. А теперь я вообще не знаю, предлагать ли, надо ли оно ему. У него очень сложный характер. Я тоже не видел ещё и работы вместе, но я даже стараюсь на работе по минимуму обращаться к нему, дабы не мозолить лишний раз глаза. Он говорит, мы на работе, вместе и дома. Я хочу общаться с пацанами. У меня никого нет, я вообще ни с кем не общаюсь. Про это можно общаться бесконечно. Не знаю, что делать. Мучиться, нерфировать друг друга и жить, это не выкат. Постоянно лавиться, как собаки. Разводиться страшно. Сохранять отношения, надо понять, надо ли оно ему. Подскажите, пожалуйста, может мне как-то вести себя по-другому надо. Я пробовал и разговаривать, и кричать. Ничего. Ситуация, конечно, у вас достаточно непростая. Вот. И первое, с чего бы я хотел начать, вот лично я, да, с чего бы хотел начать, это того, чтобы определить, что вообще является проблемой. И что является проблемой для вас. Ну, потому что, как-то вот, то, что вы описываете, да, довольно расплывчатно, честно говоря, выглядит в качестве описания проблемы. Я хотел бы, чтобы вы, по возможности, это увидели. То есть, вот, что является проблемой-то? Ну, вот, по факту, что являются проблемой. Какую проблему вы хотите решить? Почему у вас, по описанию вопроса, так много идет, ну, отсылок, да, давайте так. Отсылок к супругу. То есть, очень много у вас идет отсылок к супругу. Надо ли оно ему, пишите вы. Хочет ли он, и так далее. То есть, вот, такое ощущение, по крайней мере, у меня возникло, что вы слишком сильно зависите от своего мужа. Вот. Это первое, на что хотелось бы обратить внимание. Теперь. Живем с мужем около 14 лет, браке 7 лет. Что вас с мужем объединяет? Давайте, вот, раскроем этот момент. Как вы, в общем и целом, познакомились? Что между вами общего? Вот. Что вас, собственно говоря, объединяет? И так далее. Это очень важный аспект. Почему вы решили пожениться именно 7 лет? Ну, в смысле, через 7 лет, после 7 лет совместного, так скажем, проживания. Да? Вот. Важный, важный этот момент. Да? Потому что контекст, контекст восприятия вами, своего мужа, очень важен. Контекст восприятия себя, также очень важен. Вот. Поэтому давайте этот момент мы с вами постараемся поисследовать. Важный, есть сын. Какое значение имеет сын? Для вас. Для... ...супруга вашего. Вот. Имеет ли какое-то значение? Это все очень важно, очень важный этот момент. Вот. То, каким значением вы наделяете своего сына. Какое значение имеет сын для вашего мужа и для вас? Очень важно увидеть. Очень важно понять. Дальше. Последний год постоянно ссоримся. Ну, здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру сканба. Вот. Она достаточно хорошо и подробно описана в интернете. Вот. Поэтому... я бы рекомендовал вам эту игру психологическую игру поисследовать. Вот. Потому что то... вам довольно легко будет увидеть те механизмы, которые приводят к тому, что вы ссорите. Вот. Ну, вот. С... Своим мужем. 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 Ну, от себя я могу сказать, что в основе ссор, ссор, эээ... лежат, эээ... проблемы. Эээ... Близности, проблемы. Личных границ. Эээ... Близности, проблемы. Эээ... 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 И... Ещё ряд аспектов, эээ... на которые, ну, вот, ээ... нужно обратить внимание. Эээ... Вам. Своё. Эээ... Вполне возможно, что конкретно сейчас вам это сделать будет нелегко, потому что вы... может быть, ну, опять же, конкретно не видите этого. Но... Тем не менее. Дальше. Эээ... У него появился друг, младший на 10 лет, он на разводе, есть дочь. Эээ... Эээ... Как он стал с ним общаться, как подменили его. Эээ... Что вы имеете ввиду под подменили? Это во-первых. Эээ... Во-вторых. Ээээ... Ээээ... Что это значит? Эээ... Эээ... Для вас, что... его... подменили? Как вы говорите? То есть, ну вот. Что это значит? Эээ... Для вас. Повторю. Это очень важный аспект. потому что... Эээ... 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 Ээээ... Говорите, что окружение оказывает влияние, говорите, что у него своя голова на плечах. Ну вот здесь вы начинаете своего мужа воспитывать, что, на мой взгляд, не очень хорошо. Из чего вы это делаете, из какого, быть может, чувства вы это делаете? Мне лично кажется, что здесь идет такая вот своего рода подмена понятий. То есть вы говорите вроде бы про окружение, да, вроде бы вы говорите про окружение. Но мне кажется, что по большей части вы говорите в основном про себя. Вот. И вы говорите вот именно о себе. Ну вот в этом контексте, как мне кажется. То есть это проблема. Эта проблема для вас. Вот. То, что... Он общается, да, и вот... Ну, с кем она общается? Я имею в виду ваш муж. А вы это вот в данном случае... Переводите, так скажем, немножко в другую плоскость. Вот. То есть это вы начинаете занимать родительскую позицию. Дальше. Каждый вечер после работы уезжает. Приезжает через пару часов в хорошем настроении, а у меня настроения уже нет от его уходов. Как конкретно его уходы влияют на вас и на ваше настроение? Вот. И хотелось бы этот аспект произнести. Хотелось бы это понять. Вот. Потому что, ну, вообще-то, это очень важно. Вообще-то. Это очень, очень важно. Понимаете, как это на вас влияет? Только увидев связь между тем, что делает ваш муж, например, и тем, как это влияет на вас, мы сможем вам в данном случае помочь, ну, оказать помощь. Необходимую, да? С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Понимаете, да? Дальше идем. Следующий момент. Я ему говорю об этом. Как? Он отвечает, что я весь недовольный, поэтому дома находиться не хочется. С чего мне быть довольный, постоянно придирается. То ссылку в сцену налила, то девушку она не видит и так далее. Ну, здесь лично у меня возник вопрос того, насколько вам в целом интересна ваша жизнь. И интересно ли она вам? Вообще. Потому что на какой-то момент мне показалось, что вам ваша жизнь вообще не интересна. Опять же, могу ошибаться. Вот. Был бы очень рад ошибаться. Но вот. По качеству. Выглядит все вот. Таким образом. Повторюсь, очень рад был бы. Очень рад был бы быть не прав. Дальше. Тут отдыхали, сидели, сказала лишнего. Ну, опять же, момент, да? Что вы имеете ввиду? Что вы имеете ввиду? Ну, грубо говоря, вот. Ну, грубо говоря, вот. Вот. Что, вот. Сказали лишнего. То есть, это означает, что вы, ну, грубо говоря, в себе что-то подавляете. Это означает, что вы что-то, ну, как бы, сдерживаете себя. Причем на постоянной основе, получается, вы это делаете. Если так, то на это также нужно обратить вам свое внимание. Если это так. Потому что то, что вы сказали лишнего, конечно, нехорошо. Но, важнее, что, что за этим скрывается. Важнее, какие чувства, какие чувства у вас за этим находятся. Вот. Это гораздо важнее. Чтобы, ну, просто вы понимали. Дальше. Два дня просила прощения, говорит, все хорошо, при этом унижает и оскорбляет. Ну, здесь, на мой взгляд, лицом такие очень нездоровые отношения. Потому что вы, как будто бы, знаете, мечетесь, там, от виноватой, да, до обиженной. И, ну, и наоборот. Вот. То есть ничего хорошего, как бы, с такой позиции нет. Вот. И ничего хорошего с такой позиции не вырошла. Вот. То есть сначала вы сдерживаете себя, да, а потом взрываетесь, вот, и... Начинается проблема. Вот. Ну, у вас. Дальше. А, значит, так. Сыны исполняют численность, не хочу, чтобы он слышал и видел это. Ну, так, не надо прицеленность, как бы, вы снять отношения. Не знаю, как поступить. Как поступить, чтобы что? Столько лет вместе. И что? то количество лет имеет какое-то значение, предлагал, давай разведёмся, сказал, где разводиться. Ну, это правда, если вам, ну, если вам нужно разводиться, если вы предлагаете развести, вот, то вам, в общем-то, и нужно разводиться. Это правда. То есть тут вот, ситуация в этом смысле, я бы сказал, ну, довольно однозначно. Вот, так получается, что, что, ну, разводиться хотите и вы, да, вот, а, как бы ответственно за это перекладываете на мужчину, вот, или вообще это выглядит как, как манипуляция. Поэтому, вот, действительно, если хотите разводиться, разводите. Ну, значит, я не подам на развод, пугаю, что отсудится, ну, здесь вы пишете про свои собственные страхи и, на мой взгляд, это нужно по возможности дифференцировать, да, то есть, ну, то, чего вы боитесь, например, то, чего вы опасаетесь, например, то есть, ну, ваши собственные вот страхи нужно дифференцировать. Дальше, эм, так, предлагала, психологу, пойти, вроде, соглашается, потом через пару недель наладилось, забылось. Что именно наладилось, что именно забылось, что вы сделали для этого и как это относится к тому, что вам, вот, лично вам нужно к психологу. То есть семейная терапия, это не то же самое, что вы индивидуально и одно другое не заменяют, вот. Поэтому тут как-то вот, на мой взгляд, эм, не совсем понятно ваши, ну, ваши приоритеты, такое ощущение, что вы хотите к психологу только, только, только с ним, вот. А сами работать, например, с психологом не хотите, вот. Понимаете? Дальше. Эм, так, надо ли оно ему, а надо ли это вам? У него очень сложный характер, я тоже не ангел. Эм, расскажите поподробнее. Еще работаем вместе, как так получилось, я даже стараюсь на работе по минимуму обращаться к нему, дабы глаза не мозолят. Почему? Это выглядит как бегство. От чего-то. А он говорит, мы на работе вместе дома, хочу общаться с пацанами. Почему нет? А у меня никого нет, вообще ни с кем не общаюсь. Про это можно писать бесконечно. А может быть, попробовать научиться общаться. Может быть, попробовать вам тоже, ну, расширить, так скажем, кругозор свой, чтобы не так вот сильно зависеть от своего супруга, например. Вот. То есть, ну, может быть, может быть, я не знаю пока. Но, просто говорю о том, что, как вариант такой, вы не рассматривали для себя? Потому что, пока что, я бы сказал, что все очень похоже на то, что вы просто чувствуете себя брошенным в этой ситуации. И это нормально. Вы действительно чувствуете себя брошенным. И действительно ощущается, что вот он, он общается как бы, да, а я нет. И, в общем-то, вам от этого может быть и больно и так далее. Но, важно понимать, что конкретно муч здесь ни при чем. Вау. Вот. Дальше. Так. Не знаю, что делать, чтобы что, мучиться, так, постоянно разводиться, страшно. А чего боитесь конкретно? Подскажите, пожалуйста, мучить надо вести себя по-другому. Да, вести себя по-другому нужно. Для этого необходимо освоить и конфликтные навыки общения. Вот. Этому может научить вас психолог, вот, опять же, на личной терапии. Вот. Ну, понятно, да, как бы, при условии, да, если вы, вот, этого хотите. То есть, если вы хотите, да, вот, ну, психолог может вас этому научить, если вы этого хотите. Вот. А если, как-то, вот, вы хотите, там, допустим, чтобы, ну, только муж, ом, ваш, ом, например, изменился, да, да, вот, то здесь я боюсь, ну, так вот, не, не получится. Так, эээ, так вот. Чтобы, вот, столько муж изменился, да, вот, потому что, ну, начать вам, эээ, в любом случае, как мне кажется, нужно себя, хотя бы потому что, а, именно вас конкретно не устраивает, эээ, как вот вы сами говорите, эээ, то, что, по-моему, вот, происходит, эээ, ну, как бы происходит, да, вот, поэтому вам и начинать работать. Эээ, дальше, эээ, подскажите, подскажите, эээ, эээ, так, с крайне отношениями, так надо понять, надо ли они ему. Ну, вот, снова, здесь вы, эээ, переключаетесь, как бы, на, эээ, своего мужа, да, то надо ли оно ему. А вам, что, что нужно, вам-то, что нужно, понимаете, эээ, пока что, а, вот, эээ, получается, к сожалению, эээ, так, что вы просто, ээээ, пытаетесь, ээээ, человека, эээ, привязать к себе, противитесь к тому, что он, эээ, живёт, ээээ, своей, своей жизнью, да, и, ээээ, в общем-то, переносите на него, ээээ, свою некоторую нереализованность и, ээээ, может быть, даже, зажатость, какую-то, эээ, закомплексованность и так далее, вот, и, в общем-то, всё, получается. Вы не видите ценности в себе, и мужчины не видят, ээээ, ценности в вас, эээ, в этом смысле, эээ, на мой взгляд, ээээ, всё довольно просто. Вопрос в том, что с этим делать дальше, как бы, вопрос в том, эээээ, что вы, ээээ, ну, хотите с этим делать? Вот. Какой аспект? Понимаете, да? Поэтому определитесь сначала с, ээээ, целью, да? То есть можно и в себе разобраться, и отношения, эээээээээээээээээээээээээээээ, с мужем гармонизировать можно, и расставание прожить, если появится в этом, условно говоря, необходимость какая-то. То есть это вопрос исключительно вашего выбора, гипотетически, что выберете, условно говоря, что выберете, в каком направлении выберете для себя работать, вот, такое направление, собственно говоря, и можно будет прорабатывать. Вот. Но вам нужно выбрать. Вам нужно выбрать именно вот, ну выбрать именно самой, чего вы хотите, а не так вот, что, ну, что мы, например, будем, там, ну выбирать за вас, допустим. Вот это мне кажется не совсем корректно и не совсем правильно. Вот. Ну и разобраться с теми аспектами, на которые я обратил ваше внимание. Вот. Надеюсь, что это тоже вам даст какую-то пищу для размышления. Не все, конечно же, из аспектов вам понравились, не все из аспектов вам, скорее всего, пришлись по душе. Вот. С чем-то хотелось вам наверняка поспорить, что это вызвало сопротивление, это нормально. Совершенно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, лучшее, что вы можете для себя сделать, это пойти на, вот, как раз, ну, на психотерапию, да. Вот. И начать планомерно, последовательно, вот, в себе разбираться. Это вот то, что, мне кажется, вам нужно сделать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!